Это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлёва. В студии писатель Михаил Виллер. Здравствуйте, Михалович. Добрый вечер. Давайте сначала всё-таки с культурой разберёмся. Вот пишет нам наш слушатель. Министерство культуры объявило, что будет поддерживать только искусство, ориентированное на традиционные ценности. Как вы понимаете эти ценности? Вы знаете, в России традиции и ценности не всегда совпадают. Вот верность – это ценность, а воровство – это традиция. Здесь можно растеряться, но подход совершенно правильный. Главное – назначить людей, которые будут отличать традиционное от нетрадиционного, ценности от неценностей и в зависимости от этого выделять деньги. С этими людьми захотят дружить творцы, чтобы получать деньги. Мгновенно найдутся посредники, которые будут говорить творцам, что они помогут, но за дольку малую, потому что надо же совесть иметь, а люди… Ну, существует же всё-таки статусная рента, её не отменяли, административную ренту. Должны же получать откаты за то, что они что-то будут поддерживать. И у нас будет советская манера управления искусством. Я на всю жизнь запомнил заголовок, верноподданный в газете «Культура». Тогда мне впервые захотелось повесить человека, автора этой статьи. «Искусство управлять искусством». Он вам вылизывает, как бы сказать, штиблеты, скажем так. Он вылизывает там об каком-то областному руководителю областной культуры. Это то, к чему мы идём семимильными шагами. Потому что речь идёт о введении цензуры, о том, что одобряемые государством, то есть людьми, которых государство назначит, произведения, будь то в театре, в кино, в литературе, в живописи, они будут получать дотации и будут идти к людям. А которые неодобряемые не будут получать. И тогда делать так, чтобы они не шли к людям. Например, хотят провести концерт. В честь чего? 40 дней убийства Немцова. Пожалуйста. Но площадок нет. Вот-вот, ну, нету площадок. Вот старый швейцар открывает подъезд. Нет, говорит он, в Москве для вас мест. Мистер Твистер, не окопался ли у нас? Так что мы идём в правильном направлении с удивительной стремительностью. А вот скажите мне по поводу этого самого движения. И, кстати, в связи с концертом. У одного из организаторов концерта, Михаила Козырева, возникло такое ощущение, что, несмотря на то, что эти клубы, это, в общем, знакомые люди, это всё там такая давнишняя тусовка, что называется, у него возникло ощущение, что никто им не запрещал. Они просто сами испугались. Это до чрезвычайности возможно. Вот лично я, человек во многом, конечно, глуповатый и туповатый, только к концу советской власти узнал, что цензура к цензурированию литературных произведений не имела практически никакого отношения. Главлитчики лениво листали и шлёпали штамп, потому что редакторы добровольно взяли на себя все функции цензоров и вымарывали всё, в чём их могли бы заподозрить в их редакторских страшных снах. Это относится и к людям, которые предоставляют площадки. Им ещё не успели сказать. Они уже принимают верноподданную позу. Причём у них поза верноподданности почему-то ассоциируется с коленно-локтевой позицией. Является ли эта позиция традиционной ценностью? — Вопрос интересный. Кстати, по поводу вот этой самой цензуры, если уж завершаю тему, всё, конечно, вокруг тангейзера у нас танцует и поёт. А ведь суд-то ничего не нашёл. А православные вроде тоже немножко открестились, что они вроде тоже никак особо ни на чём не настаивали, только выразили своё фе. Ну, так, во всяком случае, были и такие тоже заявления. Так кто всё-таки в конечном итоге этот тангейзер выживает? — Я допускаю, что могли позвонить из инстанций светских в инстанции церковные и сказать, ну вы что, не видите, что делается? Вы же за традиционные ценности. Я думаю, если вы гласно обозначите свою позицию, позицию церкви, это будет правильный шаг. Этого было бы абсолютно достаточно, потому что чужими руками всегда ловчее бороться за всё хорошее. Это, может быть, могли, конечно, и сами. Но второй вариант в свете всего происходящего сегодня мне представляется даже вероятнее. И здесь мы попадаем в то самое амбивалентное положение, когда всего хочется. Когнитивный диссонанс. Цензуры быть не должно. Ни в каком виде, ни по какому поводу. Спасибо, кушали, знаем. Нахлебались так, что до сих пор запах не отстирать от ноздрей. С другой стороны, у товарища-творца звучит так банально, аж самому противно. Должно быть чувство гармонии, когда он что-то делает в своё произведение. Должно быть чувство какого-то такта, какой-то вежливости. Должна быть какая-то совесть, должна быть какая-то бережность к материалу. Он немножко должен соображать, что не всё можно, потому что они хотят что сделать. Они хотят заявить, уже давно заявляют, что табу для художников не существует. Искусство – это искусство. И тогда мы приходим к тому, что мораль – это для быдла, для толпы, а для художника он так видит мир и выражает себя, пропуская из себя мир. Таким образом, у нас акт детабуирования каких-то моментов морали, взлома какого-то морального устоя, что значит у нас? На Западе это началось раньше. Он подаётся как факт искусства, как акт творческого свершения. Если ты показал задницу в театре, зритель, то ты жлоб невоспитанный, и тебе надо дать срок хотя бы мести улицу. А если ты показал задницу на сцене, это уже искусство. Дело действительно доходит до расфасовки фекалий в пузырёчке, и это продаётся как артефакты. – Михаил Иванович, тут как раз вступает в дело традиционные ценности. Если спектакль, пусть провокационный, пусть совершенно нетрадиционно трактующий классику, какой угодно, если он плох и неталантлив, туда не ходят. – Да, теперь смотрите, какая вещь. Мы все слышали тезис бесспорный, конечно, пусть зритель решит сам, или читатель, или слушатель. Вы знаете, что он решает? Простите, пожалуйста, но все знают, по-моему, все. Или ещё нет, что самые посещаемые сайты в интернете – это порно-сайты. Если у вас в двух театрах в одном будет идти постановка Питера Брука, а в другом постановка «Жёсткая порно», угадайте с трёх раз, куда будет больше лом, и куда будут продавать больше билетов. – Хорошо, ваше мнение понятно. Тогда давайте вот ещё о чём поговорим. У нас господин Мединский, министр. – Министр? – Министр, да. Он в интервью сказал, что, например, увольнение вот этого директора Мездрича Бориса – это спасение на самом деле. Потому что ему доподлинно известно, что иначе его вообще могли убить. Вы знаете, увольнение Мездрича мне напоминает замечательный детский мультипликационный анекдот, как Гена с Чебурашкой опаздывают на поезд, запыхавшись, тащат чемоданы, и видят, что поезд, вот он только отошёл и ушёл. Они бросают чемоданы, смотрят в отчаяние, и он стоит, тут Гена со всего маку даёт Чебурашке в ухо. Говорит, Гена, за что? На что он говорит, ну, надо же хоть что-то делать. Это вот увольнение Мездрича – это, ну, надо же хоть что-то предпринять. Ну, есть сигнал, громкий сигнал, назойливый, надо же хоть как-то отреагировать. Если нет виновных, то должны же быть хотя бы наказаны. Ну, что же в этом нового? Ну, Мездрич в данном случае наказан. В следующий раз будет кто-нибудь другой. Мездричу можно выразить сочувствие. А что они ставят, думать всё-таки надо. То есть, простите великодушно, жил-был уже почти 200 лет назад. Вот такой философ Герберт Спенсер, который говорил по-простому, что если многие люди в течение долгого времени придерживались каких-то убеждений, и эти убеждения были им дороги, то нужно как минимум быть осторожными и вежливыми с этими убеждениями. Не надо плевать людям на святое, честное слово. Михаил Веллер, писатель со своим особым мнением. Никуда не уходите, мы скоро вернёмся. И снова с вами программа «Особые мнения». Меня зовут Ольга Журавлёва, мой собеседник, писатель Михаил Веллер. И мы с Михаилом Ивановичем вспоминаем первоапрельские шутки, совсем недавние, одна из которых обернулась каким-то совершенно удивительным продолжением. Пошутила фонтанка по поводу ангела на игле соответствующей. И на следующий день на полном серьёзе появилась информация о том, что кое-чьи чувства были этой шуткой задеты. Вы знаете, не бывает... Вы, кстати, Петербург нежно любите. Ваши чувства были задеты? Вы знаете, во-первых, я об этом не знал. Во-вторых, слышали мы много дурацких историй. В-третьих, в свете подготовки к празднованию 70-летия Священной Победы мне лично более всего вспоминается подготовка к празднованию столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина. И тогда цензура была в полный рост, и люди шутили гораздо интереснее. О том, что в Петергофе открылся фонтан Струя Ильича, о том, что мебельная фабрика выпустила трёхспальную кровать «Ленин с нами», а фабрика «Красный треугольник» галожа по ленинским местам и так далее. Всё-таки эти шутки никого не шокировали, по-моему, даже сотрудников обкома. И так что, ну... Неужели никого не посадили? Вы знаете, нет, но это всё-таки слишком мелко. Ну что, в самом деле, себя выставлять на посмежище, сажали немного за другое. И в сущности немногих все и так боялись вслух, внимательно смотрели, кому чего рассказывают. Так вот, по-моему, это совершенно дурацкая шутка, как в том анекдоте «Дурак ты, босс, мэн», и шуточки у тебя дурацкие. Но что касается того, чтобы выразить возмущение, чувство любого человека, заметьте, в любой стране, не только в России, каждый день чем-нибудь задеты. Задеты глупостью и гадством государства. Любого. Задеты хамством какой-то социальной группы. Везде, всегда. И так далее, и так далее. Но не бегать же из этого с дубиной, не бить всех по головам и не подавать на всех в суд. Так что, по-моему, всё хорошо в меру. Наши, как бы это сказать, религиозные силы или церковные движения немножко ударились в излишний клирикализм. Всё-таки, я думаю, надо быть немного скромнее и думать больше о духовном, а не о каких-то судебных тяжбах и прочей безобразной светской ерунде. Давайте перейдём к светской ерунде. Хотя она не такая уж и ерунда, как, посмотришь, вы, конечно, не самый главный международник у нас. У вас есть, очень бурно обсуждается соглашение Ирана и шестёрки, которое ещё будет только подписано, пока только рамочные какие-то документы выработаны. Есть сразу много всяких историй. Это историческое и прекрасное, это праздник и вообще свершение, это нас подставили и нам угрожают войной. Как вы считаете, кто победил? Кто выиграл вообще от этого всего? Во-первых, трудно сказать, что победила дружба. Во-вторых, это одно из тех политических решений, которые неизвестно, чем кончатся. В-третьих, это компромисс со стороны всех, и все чувствуют себя самую капельку обманутыми, но надеются, что положительная сторона для них, положительная сторона будет больше. Категорически против, по-моему, только Израиль, которому совершенно не нужен Иран с атомной бомбой. Он, правда, никому не нужен, но остальные просто к этому относятся спокойнее. Израиль как раз не очень верит, прошу прощения, в то, что для них такая проблема атомной бомбы, сколько проблема вообще вооружения Ирана. Насколько я знаю, это не совсем так, может быть, у нас разная информация, и насколько я знаю, атомная бомба в чем-то, это просто венец этих вооружений. Ну, читали разные высказывания насчет того, что если что, то они вынуждены будут сделать это в одиночестве. На сегодня Иран, безусловно, выигрывает, потому что экономика рушится, а так можно будет продавать, что продавать, нефть продавать, и на эти деньги инвестиции какие-то привлекать, технологии какие-то покупать, и развиваться. А когда мы поднакопим подкожного жирку, мы посмотрим, возобновлять работу или нет. Это ведь на самом деле просто передышка в их целеустремленном движении вперед. С точки зрения Америки, это все понятно, ну, надо же Обаме хоть что-то сделать, кроме того. Конечно, если они начнут продавать нефть, и в самом деле вдруг нефть обрушится до 30 долларов, это, конечно, будет страшный удар, в первую очередь, по энергетической сверхдержаве. То есть, трудности наши усилятся. Тем не менее, кажется, мы собираемся задвигать Ирану новые зенитные ракетные системы. Хотя бы часть отбить. Не совсем понимаю, зачем это надо, но, во-первых, соответствующее ведомство получит деньги, во-вторых, чтобы вставить шпильку Израилю и хотя бы через него его большим друзьям-американцам. То есть, в общем и целом, это продолжается запутываться международный клубок. И когда он запутается совсем, то эти гордие его узлы будут рубить. Ни к чему хорошему мы не идем. Мне не нравится то направление, в котором движется мир. Потому что, когда население развитых стран в общем и целом сошло с ума, это трудно рассчитывать на золотой век завтра. Кстати, о населении развитых стран. Согласно последнему опросу, более 50% россиян верят в то, что война России и НАТО реальна. А вы? У нас, может быть, реально всё. Вера – это, конечно, немного другое. Я говорю, верить можно разве что в Бога. Остальное можно допускать. И вот то, что половина допускает, да, это допустимо. Какая это будет война? Вряд ли с применением термоядерного оружия. А вот гибридное – это запросто. Мы не раз этим занимались. Это было в Корее. Это было во Вьетнаме. Это было на уровне зондирующего столкновения на Кубе. Мало ли где это может быть ещё. Это может быть совершенно запросто. Для нас самое главное что? Чтобы это не кончилось крушением державы. Вот этой опасности в первую очередь хотелось бы избежать. Я думаю, что нужно сидеть тише и ровнее. Потому что, поскольку властные лица, как это сказать, с большим административно-финансовым ресурсом воровать не перестают, ну, допустим, посадят трёх. Дальше, как в опере «Молодая гвардия» всех не перевешайте. Да вот я боюсь, что всех не перевешаем. Ну, скажите, пожалуйста, а миролюбивые усилия России, они как-то отдаляют эту перспективу? Или напротив? Вот если бы вы шутили к 1 апреля, то у вас получалось бы гораздо лучше, чем у фонтанки Ру. Безусловно. Я совершенно не шучу. 66% из тех же самых опрошенных считают, что отдаляют эту угрозу исключительно миролюбивая позиция России. А миролюбивая позиция России выражается в чём? Миролюбие – это любовь к миру. Любовь к миру – это когда не воюют друг с другом. Не воюют друг с другом – это когда не режут, не стреляют, не посылают одних солдат против других солдат. Так мы же никого никуда не посылаем. Вы не знали, Михалович? Они сами посылаются, да. Да, я понимаю. А в чём выражается миролюбие-то? Вот я чего не совсем... Нет, я понимаю, а мог бы той же бритвой по глазам. Именно. Мы это всё помним, конечно. Но вот насчёт миролюбия я просто не совсем понимаю. Я готов поверить. И более того, мне эта мысль чрезвычайно симпатична. Я хочу, чтобы так оно и было. Я рад, если мне помогут это увидеть. Тут, кстати, недавно Дмитрий Песков говорил о том, что все эти разговоры про то, что Россия угрожает ядерным оружием – это обычная истерия, и всегда они так вот про нас такие глупости говорят. А посол в Дании, который что-то такое в газетной статье писал, это как бы и не наш посол. То есть, как бы Киселёв, посол и те, которые, что оставляем за собой право, ограниченное в случае стере чего – это истерия. То есть, очень интересно, мы ставим в вину другим государствам, что они нас боятся. То есть, они боятся – это означает, они нагнетают истерию, мерзавцы. То есть, мы к их страху не имеем никакого отношения. Они не говорят, что они нам угрожают. Они не говорят, что они хотели бы на нас. Они говорят, что они хотели бы защититься. Вы знаете, я думаю, что здесь, может быть, пропаганда и права, может быть, этот ягнёнок гадина, что он с волком нормально не договаривается. Вот зачем у него рожки маленькие, да? А зачем у него рожки во лбу? Он кого хотел боднуть? Я бы таких ягнят вообще бы надбивны. Да, правильно. Михаил Виллер со своим особым мнением. Никуда не уходите, мы скоро вернёмся. И снова с вами программа «Особое мнение». Это мнение высказывает писатель Михаил Виллер. Михаил, очень интересно было бы услышать от вас какую-то позицию, какое-то мнение по поводу трагедии с траулером «Дальний Восток». У нас один из слушателей не поленился, поднял журнал «Северпромышленный» за март 2015 года и нашёл там таблицу изменение численности возрастной структуры добывающих судов северного бассейна. Из 240 судов 4 моложе 10 лет, а 216 старше 20. Ну, выводы как бы напрашиваются. «Дальний Восток проходил 26 лет, себестоимость рыбы тем выше, чем старше судно. Это понуждают судовладельцев и капитанов искать способы экономии. Не это ли причина гибели моряков?» То, что это может быть одной из причин, безусловно, и вообще старение нации, всё у нас стареет, мы говорим про разные подземные коммуникации, про что они на свете. Но вот что меня удивляет. Вот есть первый телевизионный канал, второй телевизионный канал. Что он делает, когда произошла эта трагедия на воде, катастрофа по непонятной причине? Первым же рейсом журналист с оператором вылетают в Магадан любым путём, суя любые деньги, любые презенты. Они дорываются до спасённых моряков, отвлекая кого угодно, охрану, медиков и так далее, и берут интервью у тех, кто в состоянии разговаривать, кого выловили, отогрели, растёрли, дали выпить, и они достаточно в себе. Что в реанимации все, слава богу, нет. Некоторые, к сожалению, действительно тяжёлые состояния. К сожалению, но, слава богу, не все. Спрашивают у них, что случилось, ребята? Как это произошло? Что вы помните? Вместо этого будто живых не осталось. Но живые-то, слава богу, остались. Вот это мне совершенно непонятно. Всё остальное, это, безусловно, дело специалистов, дело аварийной комиссии, дело следствия. Вы, кстати, следствию доверяете в таких трагедиях, которые у нас проходят? Доверять следствию нельзя никогда, всегда надо проверять, но хоть какая-то эта информация поставляется. Я сказал, что это дело следствия. К сожалению, я не могу гарантировать, что следствие с ним справится. Но пожелать ему успеха, безусловно. Есть ещё одно дело, по которому сегодня был объявлен в розыск миллиардер Алексей Сёмин по делу о пожаре в Казанском торговом центре «Адмирал». Бизнесмен стал фигурантом ещё в прошлом месяце в поле зрения правоохранителей и попал в качестве председателя совета директоров компании владельца сгоревшего здания «Аэс-менеджмент», которая входит в инвестиционную группу, основанную Сёминым. Сёмин находится во Франции и, видимо, находится там постоянно, живёт он там. Вы понимаете, для чего это нужно? Так, первое. Лично я приветствую намерение объявить в розыск всех российских миллиардеров. Экономика России устроена так, что честным путём миллиардером стать нельзя. Это мучили ещё Ильфа Петров, когда отправил Остап Бендер Корею к брошюру, которая начиналась с фразы «Все крупные современные состояния нажиты нечестным путём». Смотрите, ничего не изменилось с 20-х годов в этом плане. Совершеннейшая марксистская точка зрения. Второе. Я полагаю, что каждый человек, который живёт в стане наших моральных, интеллектуальных, классовых, этнических, каких угодно врагов, должен рассматриваться как та самая пятая колонна. Он почему живёт в гнилой Франции, которая не поставила нам мистрали? А он, между прочим, там налоги платит или уклоняется, но хоть что-то платит, покупки делает, он греет французскую экономику. А в каких странах лежат его миллиарды? А где его семья? Скажите, пожалуйста, а какой ущерб в общем и целом в свете нынешнего противостояния России и Запада принёс этот недорезанный миллиардер Родине? Михаил Иванович, но его же не за измену Родине ищут, а за пожар в Казани? Пожар в Казани мы выделим в отдельное дело производства, потому что сегодня, считаю я, любой владелец собственности в Майами или в Ницце, счетов на Каймановых или Вирджинских островах, любой, у которого семья живёт, учится, лечится, в тех странах, которые сегодня позиционируются у нас как наши враги. Это пятая колонна, изменник, нацпредатель и достаточно явный враг народа. Поэтому мне непонятно заявление Мизулиной, что у неё кто там, дети, семья в Голландии, а её не пускают. Почему в Голландии? Почему не здесь? Кобзоны не пускают в Англию себе. В какую Англию? Почему они в Англии? Почему они не на Родине? Мне всё совершенно непонятно. Так что его доставить сюда и вот уже здесь, когда он переведёт на Родину все свои наворованные миллиарды, он ответит за то, почему сгорел Казанский торговый центр. Он за всё ответит. Он ответит за татаром монгольское иго. Он ответит за взятие Казани Иваном Грозным, когда было вырезано всё население Казани. Это вот такие вот продавцы Родины. Так что я считаю, что миллиардерам пора трепетать. Хватит. Так это не первый случай, извините меня. Именно. С нашей коровой Машкой это происходит регулярно. Но вы мне другое объясните. Недостаточно регулярно. Корову Машку нужно доить тщательнее. Вы мне другое объясните. Народ-то какую выгоду имеет с арестованных миллиардеров? Кроме морального удовлетворения. Во-первых, моральное удовлетворение это тоже неплохо. Я считаю, что каждый миллиардер на нарах способствует повышению настроения, повышению доверия к правительству, повышение веры человека в то, что он живёт в социально справедливом государстве. Это, во-первых. Во-вторых, сам по себе без своих миллиардов миллиардер нафиг никому не нужен. Его хоть в бомжи определил. Его надо сюда доставлять вместе со всем непосильным трудом наворованным имуществом. Здесь уже пошли уже работы следственные по поводу всего имущества. Он здесь много чего купил, так что уже процесс идёт, не переживайте. Вот видите, а вы спрашиваете, какой народу навар. Совершенно прекрасный. Вот все дворцы секвестировать в казну и отдать под школы, детские дома, университеты, базы отдыха. Вы хоть раз помните, чтобы такое случилось? Пока нет. Вот, например, Ходорковский просидел 10 лет. Сколько домов отдыха получил гражданин Велера за это? Вы знаете, я, правда, не подавал заявление. Может быть, где кому чего и дали? Может быть, вы просто не зарегистрировались в домкоме? Может быть, я просто опять пробежал мимо той кассы, где распродавали имущество Ходорковского гражданам по дешёвке? Не знаю. Ладно, тогда расскажите мне вот что. Есть ещё один человек, кстати, тоже довольно состоятельный, но мы про его доходы ничего не знаем, потому что это коммерческая тайна. Россия пытается навязать идеалы общества потребления, заявил президент РЖД Владимир Якунин. Избежать этой опасности можно, повышая уровень образования, считает глава Железнодорожной монополии. Во-первых, кто нам пытается навязать эти проклятые идеалы? Прекрасно. Значит, во-первых, это чисто инсайдерская информация, это информация изнутри. Эти слова сказаны человеком, который хорошо знает, о чём говорит. О потреблении? Конечно, потому что он, видимо, подпал под эту информацию, потому что состояние Якунина наверняка больше, чем состояние неизвестного миллиардера из Франции, фамилия которого на букву С Сёмин. Ну, что там его и помнить-то не имеет смысла. Первое. Второе. Конечно, можно попробовать образовательный уровень господина Якунина. Можно ему организовать скоротечные музыкальные и литературные курсы, вот сводить его в оперу, и, может быть, он тогда перестанет потреблять. Может быть, все наши миллиардеры, а в первую очередь все чиновники, должны беспрерывно читать Достоевского и слушать Чайковского, и тогда они будут ездить на «Жигулях» и жить в нормальных трёхкомнатных, не двух, трёхкомнатных квартирах. Очень интересно. Что касается навязать? Видимо, ему уже навязали. Такая, вот это такая горестная история, что действительно грести на галерии очень трудно, потому что тут-то тебе всё и навязывают. Кто к галерии ближе, тот и попадает первым под этот цунами западной пропаганды и делается он несчастным потребителем. Страдают, видимо, совершенно несказанно. Я видел фотографии, где они страдают в своих дворцах, я их совершенно понимаю. А вдруг отберут? О, Господи, Боже мой. Но вы всё-таки не ответили. Кто же навязывает нам эти самые проклятые идеалы? Откуда забросили-то из космоса? Придётся всё-таки отвечать ещё четыре минуты до конца передачи. Видите, в общем дело, что в последние несколько лет разговоры о нашей высокой духовности выводят меня из душевного психического равновесия. Потому что никто в мире не охвачен сегодня жаждой стяжательства и приобретательства в массе своей больше, чем мы. Достаточно посмотреть на личное потребление, дома, машины, костюмы и так далее, ихних миллиардеров и мультимиллионеров и наших. Ихние по сравнению с нашими просто вахлаки, которым непонятно, зачем их деньги. Там опять какие-то билые гейцы, раздают всё на благотворительность, а нафига тогда бабло зарабатывал. И все эти, первое место по самоубийству подростков и стариков, первое место по потреблению героина, первое место по брошенным детям, зато у нас есть Толто и Достоевские. Так что я боюсь, что здесь не пришлось даже... 70 лет объясняли, что потреблять нехорошо. Как сказали, что хорошо, так, конечно, маятник пошёл. Кто сказал, кто сказал, когда началось объяснение? Вот мне точку хочется понять. Так, легко. Начиная с 89-го года стали говорить, что форцовщики, мошенники, спекулянты, официанты, мясники, таксисты и так далее, они были не какие-то там стяжатели, они были буревестники рыночного хозяйства, которое несравненно лучше административно-командной системы. И всё это, простите, великодушное жульё было объявлено лучшими людьми. Таким образом, в первой половине 90-х сформировалась на государственном уровне идеология, что потреблять это прекрасно, что чем больше ты потребил, тем более уважаемый ты человек. То есть вынули сладкий кусок из протестантской этики, только забыли, что надо честно работать. И когда говоришь, что... Ну, ребята, если вор что-то украл и говорит, какая приватизация, на всех никогда не хватит, то он всё-таки вор. А тебе говорят, нет, ну что вы, это рыночная система хозяйства. А мне кажется, совсем другая история повлияет. Другая. Какая? Наши слушатели очень часто об этом вспоминают, и мы несколько раз с ними об этом говорили. Например, украсть у государства – это не украсть. Украсть у того, у кого много – тоже не украсть. Украсть стыдно только у себе подобного. А у всех остальных – можно. И обмануть тоже – можно. Это не наша этика, потому что Робин Гуд... Наша? Они нам мало платят. Одна секундочка. Это было у всех людей ещё до того, как Россия появилась в истории. Потому что Робин Гуд был природный англичанин, который забирал у богатых и давал бедным, и все говорили, молодец, Робин Гуд. То есть благородный разбойник. Это образ проходной. Но не надо употреблять нашего вора благородному разбойнику. Потому что расхватать то, что создано всеми – это немного не то. Когда сказали, ну как же, это же всё создано нами, народом. Это всё наше. Фигу тебе отдыхает этой мысли. Это всё того, кто сумел это всё загробастать. Всё это, повторяю, к сожалению, первая половина 90-х. А потом ребята, которые всё захапали, были озабочены одной мыслью. Как это сохранить? Для этого нужны силовые структуры. Для этого нужна законодательная база. И для этого нужна идеология, которая будет говорить – не смей посягать на чужое. Миллиардер, да он налоги платит, да он заслуженный человек. Вот всех собрать в то, что сгорело в Казани, и дружно в вагонах, в общих, по 64 места на вагончик, добывать золото на Колыме, золото лишним государству не бывает. Добрый человек и душевед, писатель Михаил Веллер со своим особым мнением. Всем спасибо, всего доброго. Желаю всем.